здравствуйте фсб на днях провели обыски с выемкой документов у крупнейших производителей медицинского спирта их подозревают в том что часть продукции шло налево то есть делали контрафакт но новый год скоро заработать то хочется все эти компании такие как флора кавказ росбио бронцалов а так или иначе связано с владимиром бронцаловом я напомню что владимир бронцалов это одиозный предприниматель бизнесмен он даже в девяносто шестом баллотировался президента был депутатом сейчас вот медицинским спиртом торгует наша редакция и эко рейд еще двадцать втором году на одном из этих предприятий побывали и вот так нас там встретили меня пригласил глава города что вы делаете руки свои убери мы не очень радушно нас встретили ну значит было что скрывать так что же там было с экологией в двадцать втором году нам расскажет ярослав вольпин руководитель проекта эко рейд но я вам так могу сказать что с экологией там все точно так же плохо как и по остальным вопросам по которым сейчас работает фсб а прибыли мы туда очень просто нас засыпали жители жалобами по поводу то что они не могут просто больше жить физически находиться в городе где работал завод ферей но это что за запахи были это какая-то химия это нарушение технологических процессов при производстве этого спектра тухлый запах такой кому-то нечистота мнение вообще неприятный запах не знаю даже что сказать вообще неприятный учитывая что они там гнали это все куда-то там левым каналами замужей в 2-3 смены работали не успевали чистить оборудование куда-то там мы видели на территории сливали там остатки производства прям все это стояло в огромных ваннах под открытым небом естественно по когда мы туда по просьбам жителей приехали сначала поучаствовали в кругом столе где мы все это послушали собрали все свидетельства очевидцев после этого мы сделали облет территории зафиксировали все нарушения а потом началось самое интересное на мы по приглашению главы администрации приехали на это предприятие для того чтобы вместе с жителями журналистами с представителями органов власти пройти по заводу и показать им те нарушения которые нашли мы тогда еще даже речи не шло там про какие-то там налоговые недостачи про серые схемы еще что-то речь шла об экологии не надо меня трогать руками что вы делаете еще раз говорю я все записываю не надо я иду в составе как у меня пригласил глава города в четверг за концов меня пригласил глава города что вы делаете руки свои убери они были уверены что как и вот эти вот все преступления которые сейчас им инкриминируют фсб что им все сойдет с рук им было совершенно плевать на то что это все происходит под камеры то что люди записывают на телефон то что все это происходит на глазах у ошеломленного ошарашенного главы городского округа они просто нас хватали выдворялись территории применяли к нам там физическую силу там не знаю рвали одежду и всячески воспрепятствовали нашей работе причем не просто там участников делегации какие-то пришли там что-то посмотреть нет мы туда пришли как общественные экологические инспектора проверкой даже без всевозможных договоренностей которые до этого были мы могли зайти на предприятие и могли провести там экологическую инспекцию но они этого так боялись так этого не хотелось они видимо они понимали что у них там такой объем нарушений не только финансовых до махинации но и по экологии что любой ценой им надо было нас остановить больше всего не боялись что всех вот эти вот злодейства всплывут наружу и будут доступны широкой общественно действует они конечно просто совершенно безнаказанным мы им объясняли что мы работаем в рамках 92 федерального закона что мы имеем право проводить экологическую инспекцию тем более что у нас есть приглашение от главы города но им все по боку они стервятники рвут порвали нам не рубашку хамят кричат матерятся в общем делать все возможное для того чтобы сорвать проведение нашей инспекции и только после приезда с полиции вдруг они пришли в себя спрятали ручки нашли все сторонку попрятались машинах и сидели там на что туда наблюдали так значит сотрудники полиции я там сопровождение их там не за машины с мигалками мы выехали с территории то есть они меня фактически оттуда сотрудники полиции эвакуировали с предприятия нарушителей вообще проблема контрафакта она решается решается но решиться никак не может в россии даже в москве она существует каждый год какой-то массовое отравление по россии самару можно вспомнить что было совсем недавно мы сейчас пообщаемся с антоном акиншином это представитель безопасной столицы общественной организации они по москве делают рейды и выявляют подобные точки их тут конечно не так в москве не так много как по россии но они все равно есть выписывать штраф на продавца владелец говорит что я не в курсе было это вот сам продавец решил подзаработать ночное время я не курсе я спал в это время я откуда-то знаю а сама продукция она остается зимается вся продукция которая находится в нелегальном обороте она должна была она должна будет было объявляться там сотрудниками полиции вот потому что у них нет соответствующей лицензии да без лицензии продавать нельзя если у них на полк неважно если у них акцизной марки нет на алкогольной акцизной марки да вся продукция изымается если нет соответствующей лицензии как правило через разного рода прокладки медицинский спирт поступает на нелегальный рынок так как именно он является основным сырьем и используем при производстве нелегальной алкогольной продукции что в итоге наносит многомиллиардные убытки бюджету российской федерации а также потребление нелегального алкоголя несет реальную угрозу жизни и здоровью граждан если задаться целью во что бы то ни стало доказать причастность того или иного предприятия к отравлению людей то конечно задействовав значительные силы и ресурсы правоохранительной системы это сделать можно сейчас на волне вот этих вот отравлений которые прокатились я с оптимизмом смотрю в будущее и надеюсь что по крайней мере серьезный урон этой отрасли в том числе и с нашей помощью удалось нанести не я на самом деле очень рад что этим наконец-то занялись главные силовики потому что если до этого ребята когда вот настолько бесцеремонно и беспардонно себя вели с экологами они наверняка там были верить все схвачено на всех уровнях все говорено все проплачено виде занесено но это мое предположение и что никогда их кара не настигнет в итоге настигла причем настигла по полной программе я очень надеюсь что сейчас наше уважаемое ведомство по полной программе раскрутят все эти цепочки все эти махинации с левым алкоголем с недостачей налогов и обязательно обязательно дойдет до народа природоохранных нарушений я очень рад что мы тоже были сопричастны к этой истории и я больше чем уверен что именно в том числе был благодаря нашему участию благодаря нашим жалобам нашей работе в нашем обращении вся эта история дошла до самого верха и и Субтитры создавал DimaTorzok